Добрый день, здравствуйте! В эфире ВСНайт, сессия программы «Попутчик». Мы находимся на юбилейной, 10-летней галереи Сорокина. Я с большим удовольствием представляю вам людей, которых вы знаете. Наверняка, более того, вы знаете, что они представляют. Это имеется в виду не только в качестве людей, личности, но и материал, который представляют автомобили. Вячеслав Лен. Здравствуйте! Я сейчас даже прочитаю, чтобы ничего не перепутать. Коллекционер-реставратор, один из организаторов фестиваля «Мотору войны». Правильно? И Арунус Тамаускас. Спасибо, что пришли. Управляющий директор Музея техники Вадима Задорожного. Итак, 10-я юбилейная выставка. С чем пришли? То есть надо же как-то вот серьезно представиться. С кого начнем? Ну, мы на каждую выставку идем... Как на бой. Рядом. Ну, не как на бой, как на праздник, да? Очень отрадно, что мы на этой выставке уже, конечно, многие годы. И хочется поздравить саму выставку, что все-таки она дожила до юбилея. И пожелать ей, наверное, еще не одного юбилея. Сегодняшний день, как раз и сегодняшняя выставка показывает хорошее будущее. Мне конкретно очень понравилась идея выставки ретроавтомобилей по конкурсу на самый стильный, самый красивый автомобиль. Это новшество, да? В этом я напоминаю вас. Да, это новшество. Прошлая выставка у нас была самодельные машины. Позапрошлая выставка была посвящена, сколько я помню, юбилею гона. Это очень хорошо, что выставка привлекает коллекционеров. Но помимо этого еще создает какие-то концепциальные продукты для людей, чтобы они могли здесь поучаствовать в этой выставке. И элемент образовательный, мне кажется, тоже, да? Ну, наш бизнес вообще, он за собой несет вес, социальный вес, так назовем, да, и исторический, образовательный, и патриотический. И тем более, что мы представляем не только ретроавтомобили, мы представляем военизированную технику, линейку большой, авиации, бронетехники. Конкретно на этой выставке мы выбрали тему 30-х годов, европейские гонки, ралли. И так как наш музей концептуально позиционируется на живой истории, для нас это как бы наша уникальность. Мы создаем не только технику, реставрируем не только технику, но делаем ее живой. То есть она второй раз, может быть, третий раз или второй раз начинает свою жизнь. На этой выставке представлен автомобиль французской марки «Делое». Это автомобиль, который реально участвовал на гонке «Лиман» 1937 года. Это вот какая ситуация была тогда, вот в Европе можно представить, 1937 год. Это, конечно, и революция автомобилестроения, это военизация всей Европы, что повлекло за собой тоже революцию технической мысли. Но, тем не менее, вот эти гонки, которые представлялись тогда и в Германии, и во Франции, и очень широко в Италии, они были все очень популярными, очень популярными. На них тратились громадные деньги государств. Это была реклама автопромышленности. Компания «Делое», которая, к сожалению, после войны в связи с экономическими проблемами прекратила свое существование. В те годы она участвовала в этом ралли. И каждая машина делалась только именная под гонщика. Это была фишка итальянцев, это была фишка французов. И эта машина, и весь стенд наш представлен именно на фоне этой гонки. Таким образом, мы хотим показать эту живую историю 1937 года. А сколько есть машин «Делое» в России? Их вообще-то по миру не так уж и много. Ну, я думаю, все, наверное, находятся в музее у Вадима Задорожного. Он самый большой собиратель этих автомобилей. Ну, вот так. То есть, Аруно знает сколько? Штук 5, наверное, 6, да? Да, Вячеслав прав. То есть, каждый коллекционер, Вячеслав как коллекционер тоже знает, то есть, он ищет свою уникальность. И уникальность может быть в количестве, уникальность может быть в качестве. Есть такое понятие, как уникальность какой-то линейки. Это вот, если взять линейку автомобилей, то на самом деле «Делое» – это очень редкий автомобиль в мире. И потому, что его мало производилось, он штучно производился. И потому, что он прекратил свое существование. И было продано столько, сколько было продано. Вот, видимо, одна из причин, почему это прекратил существование. Потому что, когда все поставили на поток, они не могли выжить. Ну, есть такое понятие в бизнесе – это гибкость под клиента. Я сегодня ходил, кстати, по выставке «Элегантный автомобиль». И там тоже первый раз увидел автомобиль немецкий 54-го года. «Кайзер», по-моему, называется. «Кайзер Дорин». Да, то есть, вот автомобиль просто 21-й век. А 54-й год, представьте, 9 лет после войны, вся Германия разрушена, все в руинах, вся технология вывезена, они делают такие машины. И внизу подпись. Машина, автомобилестроение прекратил свое существование в связи с тем, что машины были эксклюзивные и очень инновационные. И поэтому экономически были несостоятельны на этот период. ДЛАЕ такая же участь, как говорится, такая же участь, потому что они под рынок не построились, и после войны они не перешли на более массовые автомобили. А если говорить об экспозиции, которую я представила сегодня у вас здесь, более военная тематика, да? Ну, у меня как бы два стенда в этом году, то есть, и один стенд – это военный, так скажем. На нем стоит еще и ЗИЛ автомобиль, последний лимузин, выпущенный с завода. Буквально мы его получили позавчера. То есть, и в военной экспозиции, что интересно, там уникальные, несколько уникальных автомобилей. Прежде всего, это, конечно же, итальянский СПА, их две-три штуки в мире всего существует. Этот, как игрушка отреставрирован, уникальный абсолютно. То есть, их было выпущено всего несколько сотен штук. Ну, несколько, там, 2700, то есть, ну, несколько тысяч, так скажем. И до сегодняшних дней дожилолись несколько штук реально. То есть, это абсолютно раритеты, абсолютно уникальные. И также рядом с ним Volvo полугусеничных. Полугусеничных, да. Где, кстати, нашли такую красоту? Ну, я его, так скажем, в Англии купил. Но редкость безумная. То есть, существует их сейчас два автомобиля. Один в Швеции, на родине, так скажем, где произвели его, а второй я выкупил в киностудии в свое время. То есть, не я, а мой друг для меня, так скажем. И 107 автомобилей всего было. То есть, полугусеничных тягачей было выпущено. То есть, абсолютно раритет. Также стоит Хорьх, 901. Это очень интересный автомобиль. Тоже, все-таки, берет, как бы, в себя самый распространенный автомобиль Германии. Самый, наверное, дорогой из внедорожников во время войны. И самый интересный. То есть, дорогой технически в то время. Не только сейчас. Ну, у него же колеса подруливались, да? Нет, этот только переднее управление имеет. Но в то же самое, передние колеса управляемые. Но полностью независимая подвеска. Передняя и задняя. То есть, очень дорогой в производстве. Но из-за этого их было не так много сделано. И рядом с ними стоит ЗИЛ. Последний автомобиль, который выпущен в заводы. В 2012 году. То есть, вот уже... Да, в этом году этих автомобилей больше не будет. К сожалению. То есть, ну, возможно, сейчас... Возможно, ЗИЛ как-то возьмет новый глоток воздуха, так скажем. И выпустит какой-то следующий автомобиль. Ну, вот это интересный момент. Получается, такой на стыке двух эпох. Да? Машина сверхсовременная. В смысле, вот, вот, свиминутная. Да? Которая уже определено место в коллекции исторической. Да. То есть, это выйдя позавчера из ворот. И, условно, это коллекционный автомобиль, который... Дорога одна в коллекцию. Если говорить о выставках подобных, да, ну, конкретно давайте поговорим о галерее Сорокина. Сравнивать с зарубежными аналогами. Ну... Можно сказать, что это какая-то вообще уникальная история? Нет, ну, скажем так, она на уровне с зарубежными выставками. На уровне с хорошими зарубежными выставками, где есть хорошие породистые автомобили и где есть хорошая история, так сказать. Ну, я полностью присоединяюсь к Вячеславу. Не хотелось бы искать каких-то уникальностей и особенностей, или там кого-то опережать всю планету. Наверное, пока рано. А на самом деле на уровне, да. То есть, на уровне достойно. Есть ряд моментов, которые нам не нравятся. Мы об этом говорим с организаторами, организаторами. Ну, а вы сейчас не хотите сказать об этом, чтобы мы имели представление? Ну, зачем? Это здесь что говорить? Это рабочие моменты, а не мелкие моменты. Просто бываете, знаете, это мелкие моменты иногда портят немножко ситуацию. Но об этом говорить не стоит много, потому что, когда об этом говоришь с Сорокином, то есть, это все нормально исправляется, нормально учитывается мнение. Поэтому для России, я считаю, это гордость. То есть, надо отдать должное, как говорят, снять шляпу. Но это на самом деле события, лучшего этого события в России нет. Поэтому давайте поддерживать это событие. Поэтому мы здесь. Хорошая позиция. Поэтому мы здесь. Если бы было что-то лучшее, можно было бы что-то сказать, но лучшего нет. Поэтому давайте вот это дело не запускать, поддерживать, понимать, относиться к этому с пониманием. Ну, а динамика наблюдается, да? То есть, можно сказать, что из года в год, или вернее, из полугодия в полугодия улучшается, улучшается. В какой-то момент было видно, что выставка как бы затухала. Но в этом году я посмотрю. Это позапрошлая выставка была? Да, да, да. Как раз когда были ГОНа. Если бы ГОНа не было, реально выставки бы как таковой не было. То есть нечего было. ГОН четверть экспозиции, мне кажется, занимал. Я думаю, что даже половину. Потому что побольше, да. В этом году видно, что выставка так вздохнула новой жизнью. Не хватило времени. В данном раз времени не хватило, можно только посетовать на то, что за своих товарищей немножко, как говорится, пожаловаться. Как у нас, например, политехнический музей хотел бы сегодня на самом деле представить уникальную коллекцию, единственную в мире. И, к сожалению, им этого не удалось. Это как раз отражает нашу действительность. Потому что для того, чтобы... То есть в мире всего существует три автомобиля. Один в России, один в Латвии, один в Великобритании. И есть желание коллекционера представить их всех для российского... Показать. Ну да, да. И не пропускают завоз временный в Россию без письма премьера. Вот это, конечно, обидно. Потому что почему и Вячеслав говорит. У него часть коллекции здесь, часть коллекции в Германии. И не у него одного. И у нас часть коллекции находится тоже в Прибалтике. Именно по той причине, что не совсем законодательство отсюда. Законодательный уровень ориентирован на нас. Ну, к сожалению, так. Я понял. Спасибо за то, что пришли. Сейчас я изменяюсь. Спасибо. И мы продолжаем нашу выездную сессию, можно сказать так, программу «Попутчик». С удовольствием представляю наших очередных гостей. Александр Бушуев, руководителем мануфактуры. Правильно сказать? Спасибо за то, что пришли. И Александр Пикуленко, больше известный телезрительным радиослушателем, как Сан Саныч. Добрый день. Спасибо за то, что пришли к нам. И расскажите, что вас объединяет здесь сегодня, на этой Элтайберг-галерее? Ну, понятно, что здесь всех нас объединяет одно – любовь к автомобилям. Как ни банально это звучит. Но в данном случае мы не только посмотреть, мы еще и показать. Потому что на протяжении нескольких лет мы занимаемся проектом возрождения утраченного. и восстанавливаем те автомобили, которые были, ну, я не знаю почему, по разным причинам уничтожены при советской власти. У вас какие-то приоритеты есть, да? Какие именно машины восстанавливаются? Ну, в основном занимаемся в любом случае, чем нравится. Потому что коммерческая составляющая здесь, конечно, на втором месте. Как я всегда говорю, если у меня отобрать мое хобби, то смысл, наверное, в жизни, он и потеряется. Вот. А почему именно москвич? Потому что Сан Саныч предложил как раз эту идею по этому москвичу. Вот. Он, так сказать, вдохновил меня лично на создание вот этой машины, в нашей мастерской. А почему эта машина? Прошло 40 лет с наивысшего успеха советских автомобилей. В 70-м году на марафоне Лондон-Мехико, Москвич 412, на тот период автомобиль мирового уровня, что и было доказано, проехал 26 тысяч километров, завоевал третье место в заводском зачете. А в общем 12-е, да? В общем, да, 12-й. Вот как раз 28-й номер, который на нашем автомобиле. Это лучший экипаж. Жив водитель этого экипажа Юрий Иванович Лисовский, которому в этом году исполняется 80 лет. Это, так сказать, подарок ему к 80-летию. Исчезла страна, исчез завод. Но остались люди, осталась история. И вот эту историю, которую все забыли, ну, одно дело, история на картинках, другое дело, когда ее можно потрогать руками. И два с половиной года тому назад с Александром Бушуевым решили этот проект сделать. Причем проект начинался с мелочей, которых никто потом не увидит. То есть машина проваривалась, усиливалась. Все делалось так, как делалось в 70-м году, когда эти автомобили готовились к марафону. И потом она была собрана, приведена. Этого никто не видит, но те, кто участвовал в этом, они знают. И те, кто занят в этом проекте, все прекрасно понимают, что это именно настоящая реплика до последней гайки. Больше того, максимально используем детали 70-го года. Аутентичные. То есть все как было. Ну, на самом деле у меня, я дополню Сан Саныча, потому что когда Сан Саныч сказал, что вот хорошо бы сделать «Москвич», я подумал, ну, просто «Москвич» неинтересно, интересно бы воссоздать машину потери. Ну, думаю, покрасим ее в такой голубенький цвет, наклеим наклейки и сделаем ее быстро. Полгода мы готовились к этому проекту, и после вот, да, где-то два года мы ее строились. Я, честно говоря, даже не ожидал, что с обычным «Москвичом» были столько работы. Потому что по одному днищу, это три с половиной месяца, каждодневная, то есть работа по усилению. Потому что он настолько был доработан в настоящем Москве. То есть мы шли шаг за шагом так же, как и строилась та машина. Да, да. Юрий Иванович тоже, он приезжал, соответственно, консультировал нас. И когда мне сперва сказали, что наобварить кузов, ну, я подумал, ну, неделя работы. А когда выяснилось, что там где-то порядка 50 с лишним косынок, вот, это только по днищу. Надо объяснить, что такое косынки для телезрителей, если я понимаю, что это дело. Грубо говоря, это по чертежам сделаны металлические, такие небольшие, ну, как бы, такая небольшая конструкция. Где-то они гнутые, где-то прямые. И это все варивается на определенные места, чтобы на кручение, на усилие, на вот эти прыжки. Она же очень много прыгала, то есть эксплуатировалась тяжелой пустой. И когда этот проект уже начался, я понял, что быстро мы его не закончим. Вот. Ну, вот, к сожалению, эта специфика реставрационная. Тем более здесь, как бы, получается и реставрационная составляющая, и еще и воссоздание. А что, да, реально два-два с половиной года мы это делали машинами. И до сих пор этот проект не закончен, потому что нам не хватает там ряда деталей, которые были, но, к сожалению, закупались для машины импортные приборы. Вот. Например, тахометр мы не можем пока найти, аутентичный. Столкнулись на... Так как поднимались на высоту 4000 метров в Боливии, на машине были кислородные приборы и альтиметр. Ага. Вот. Это авиационные. Вот мы, как автомобилисты, пока к авиационникам не можем решить этот вопрос, потому что вот... И вот таких вот несколько мелких деталей, которые еще ждут своего часа, то есть автомобиль будет доводиться и совершенствоваться. Причем мы сделали полностью ездовой автомобиль. Ага. То есть это автомобиль абсолютно с теми же техническими характеристиками, который стартовал там в 70-м году со стадиона Уэмбли, который финишировал в Мексике. До мелочей. И он прекрасно едет. Вплоть до того, что мы заказывали резину той же марки, у той же фирмы, и они нашли пресс-формы той модели, которую ставили на те еще москвичи. И у нас стоит аутентичная резина. Но, правда, изготовленная уже через 40 лет после этого. Ну да, с добавлением новых технологий. Правильно я понимаю, что если сейчас вдруг... Ну, берем вариант гипотетический. Если вдруг пригласили бы на такой же пробег, машина взяла бы и поехала, и проехала бы... Я даю гарантию 100%, что в тех же самых условиях, с тем же набором запасных частей и с одной техничкой типа «Москвич-Универсал», при наличии той команды, которая у нас есть, мы проделали бы этот путь, причем знали бы, на каком километре что сломается, потому что предшественники его уже прошли. А где же тогда набрать столько запчастей аутентичных, которые... Надо сперва говорить, что, знаете, русские, они есть русские. Что тогда ездили русские, что сейчас. Да. То есть, вы даже не сомневайтесь, что и съездим, и вернемся, и еще, наверное, и победим, как минимум. Вот. И хочу тоже добавить по запчастям. Даже, знаете, вот Санш перечислил такие крупные вещи, которые, да, реально трудно достать. Но не поверите, проблема, которая решилась только на этой выставке. Но на экспортных исключах были накладки. И на крыльях у нас, так как они, ну, уже заменялись в процессе эксплуатации, нету этих накладок. Мы их искали на кладке, и соврать, наверное, 4 месяца. И нам только на этой выставке привезли на передние крылья накладки. Так что, конечно, тяжело это все, время. И очень обидно, когда слышишь, люди говорят, ну, что там москвич? Ну, у меня дед там картошку возит, безусловно. И дед, и еще их масса есть. Но... Ну, это совсем другой москвич, конечно. Да, это другая история, они сгнили. Да. И этот москвич, который остается. Вот мы остановили время. И теперь пошел новый отсчет. Вот новый отсчет этого москвича, и он будет уже теперь продолжаться. И вот теперь я спокоен. Потому что это утрачено не будет. В него вложено много сил, в него вложено много денег. И стоимость этого автомобиля, принадлежащего частному человеку, 7 миллионов, особенно известна ему. Поэтому он будет передаваться по наследству. И я думаю, что на ближайшие 100 лет этот москвич остается в истории, и его можно будет подробнее. Ну, кто теперь будет являться хозяином москвича? Я сейчас объясню. Во-первых, я хочу дополнить. У нас сейчас в мастерской следующий москвич. То есть мы выбрали второй проект. 2140 люкс москвича «Райли Сатурн» с 85-го года. Чтобы показали, вот, Сан Солневичем, что были вот в одном кузове машины в начале, в 70-х годах, и чем они закончили, какими победами закончили. Это же очень интересная машина, светлая. На мой вкус, она очень привлекательная машина. У нас же был еще один проект, «Москвич-403», реплика автомобиля, участвовавшего в ралли «Монте-Карло» в 65-м году. А вот сейчас он благополучно стоит в музее. То есть получился чистый музейный экспонат. Как раз вот этот автомобиль, он много ездил на ретро-ралли. Почему? Потому что приезжали иностранцы. Вот австралиец, например, приехал на наше ралли «Золотое кольцо». Он читал Достоевского. Он захотел проехаться русской ралли на русском автомобиле. Ну и слава богу. Спасибо большое за то, что пришли. Спасибо вам. Спасибо большое за то, что делаете то, что вы делаете. Очень приятно пообщались, очень много интересного узнал. И очередные гости у нас. Да, собственно, по большому счету даже не гости. В нашем попутчике люди известные. Ну, я представляю, это Евгений Шаманский, реставратор. Спасибо за шли. И Сергей Симонов, коллекционер и реставратор. Спасибо за то, что вы оказались у нас в нужное время, в нужный час. До сих пор у нас так получалось, что мы общались с людьми, которые, в общем, больше коллекционеры, чем реставраторы. А тут есть возможность пообщаться с людьми, которые очень глубоко во всем этом процессе. Расскажите, вот каждый раз дилемма, с кого начать-то, да? Ну, давай с Сергеем. Да, с Сергеем начнем. С чем прибыли? Чем хвастаетесь? Хвастаемся, наш стенд хвастается гоночным автомобилем «Киевспорт», который в 59-м году был произведен на КБ Антонова, авиационное предприятие. Ездил по кольцевым автогонкам, занял, добился достаточно больших результатов. По всем историческим справкам до нашего сегодняшнего стенда считалось, что ни одной машины не сохранилось. А где же нашли? В сарае. В прямом смысле слова, в сарае. Ну-ка-нука, история поподробнее. Ну, как обычно, это бывает все уникальное, стоит в сарае, в курятнике. У гонщика Лихацкого, в частном маленьком гаражике на участке, заваленной паутиной, стояла машина, которую надо ему отдать должное. Когда на машинах прекратились заезды в 62-м году, видимо, она стояла на территории завода. И вместо того, чтобы сдать металлолом и порезать, забралась в себе. Ну, она в каком состоянии была? Она была в грязном состоянии, а так в таком же состоянии, в котором мы сейчас на стенде показываем. Мы отмыли, очистили, под огромным слоем грязи мы обнаружили стартовые номера. Ух ты! Вот она в одном из родных слоев красок, потому что машина ездовая, неоднократно перекрашивалась, краски на ней много сладок. Но на последнем слое сохранились стартовые номера, 41-й просматривающих. Мы остались на машине следы небольших вмятин до, видимо, аварии в процессе завезда. Немножечко там подрихтовали. К машине была приделана неоригинальная рамка лобового стекла, но очень аккуратно приделанная. Мы ее удалили, в общем-то привели в состояние автомобиля, когда она закончила ездить. Сейчас пытаемся понять идеологию этого автомобиля для того, чтобы приступить к реставрации. То есть, идеология пока не сна. Что значит идеология? Идеология это... Ну, понятно, что агрегаты базировались... Она базировалась на агрегатах 47-го москвича. Но явно абсолютно для автоспорта был форсирован мотор и была доработана трансмиссия. Вот если мосты сохранились на этой машине в оригинальном состоянии, и понятно, что балка переднего моста расставлена в ширину, барабаны алюминиевые, тормоза более прогрессивные, это ясно, это видно. То мотора и коробки здесь не сохранилось, и вот сейчас идут размышления, как форсировали мотор, каким методом форсировали. Достаточно, что 47-й мотор не проблема, их много. А вот как его в процессе ремонта довести до состояния форсирования на момент создания этой машины, здесь нужно уловить эту идею. Какими руководствами двигались, руководствами, какими идеями шло размышление по этим работам. Потом по коробке передачи ее тоже нету. Машины участвовали в одних заездах вместе со 112-ми ЗИЛами. 112-й ЗИЛ имел коробку передачи такую же, как ЗИЗ-110, но только из алюминия. Корпус был отлет ради экономии веса. Вот нужно докопаться до истины. Либо здесь стояла 47-я коробка передачи в полном оригинале, либо она тоже была ради облегчения сделана из алюминиевого картера. Тогда придется просто копировать этот картер, отливать, и уже начинка состоит от 47-го москвича. И вот таких вот вещей, их нужно просто понять. Нужно влиться в идею, в линию размышления конструкторов, когда они создавали. И додумать, чтобы понять это. Это каждая машина такая серьезная работа? Вот на уровне интуитивного даже, да, вот какого-то, вот что-то такого экзросенсорного фактически? Многие вещи приходится домысливать. Не всегда это все зависит от состояния, от комплектности автомобиля. Вот, например, вот мы сейчас закончили делать санитарные автомобили, а к внутренке даже еще не приступали. Мы нашли чертежи в архивах ЗИЛа по самому кузову и по этим чертежам восстанавливали автомобиль, строили автомобиль. По внутреннике нет никакой информации. Поэтому мы сейчас будем домысливать и сделаем так, как мы это предполагаем. Но как только появится информация, мы, естественно, все исправим и переделаем. То же самое предстоит от Сергея. Что-то они будут домысливать, но наверняка, как только появится какая-то информация, они будут делать в соответствии с этой информацией. Это часть реставрации, и иногда от этого некуда деться. Я понял. Появится информация, откуда она может появиться? Казалось бы, все же перелопатили. КБ известно где, чертежи и документации тоже известно где. Либо она есть, либо ее нет. Пока у нас ее нет. Пока мы только нашли архивные какие-то данные, в том числе видеосъемку заездок. У нас даже на баннере висит покадровая выборка. Как идет схватка на повороте между 112-м Зелом и Киевом Спортом. Они заходят в поворот и выходят из поворота. Во-первых, еще что я думаю, как мы планируем поступить. 59-й год. Вроде бы времени прошло много, но я думаю, что в тех КБ работали молодые ребята. Планируем поехать поискать. Возможно, мы конструкторов и идеологов уже не найдем, хотя может быть. Это какой год? 59-й и 61-й. Вот в эти три года создавались. 59-й и 60-й. А есть ли они 60-й, 61-й и 62-й? Мне кажется, должны живы быть. Надеемся на это. Просто еще не занимались этим. Вот это один источник, который мы планируем в идеологии. Потом, еще как источник планируется, попробовать залезть в идеологию 112-го ЗИЛа поглубже. Потому что был Советский Союз. Я это образно назову Госплан. Линия партии правительства, она передавалась. Пусть в автоспорте это не была линия именно партии, но это была линия страны Совета со спортивной идеологией, со спортивным направлением. Не исключено, что какой-то специалист ЗИЛа был отправлен в Киев, в Антонова. Не исключено, что информация, что передали из документации, есть. Не исключено, что на ЗИЛе разработка по запросу КБ Антонова, потому что все-таки КБ Антонова это авиационное предприятие. Не исключено, что они писали запрос. Все-таки ЗИЛ еще не существует. Там надо поковыряться. Просто пока еще не занимались. Пока и не делаем поэтому, потому что глянда у него всегда лениво переделывается. Поэтому я предпочитаю немножечко в сторону отложить, подольше подождать. Сто раз отмерить и потом врезать. Семь раз отпей, один раз отлежь. Хорошо. У вас три экспоната в этот раз, да? Санитарка, о котором мы сейчас говорили. Кстати, откуда она появилась? Санитарки не сохранилось ни одной. Вообще. На них даже, что касается 44-й, существует пока только две фотографии. И то фотографии одной и той же машины с двух ракурсов. Эту машину мы сделали, сам кузов, заново. Потому что шасси стандартные ЗИС-5, кабины стандартные ЗИС-5В 42-43-го года. Соответственно, вопрос стоял только ящика. И по чертежам. Нам любезно предоставили возможность воспользоваться чертежами ЗИЛа. в архивах. И мы построили этот автомобиль. Это мы не восстанавливали. Его не было, в принципе. То есть, выстроили заново? Да. На шасси обычного, стандартного ЗИС-5 ставили кузов санитарка. Да. Машины и все. Что мы и проделали. Второй экземпляр – это шасси ЗИС-8. На шасси, но не совсем так. На шасси грузовика автобус. На шасси ЗИС-8 строились автобусы. Строились они на ЗИЛе в Москве. Также строились они и на Атуле. Это в Ленинграде тогда. Вот это автобусский автобус. Это ремонтный, да? Да. И чем он особен? ЗИС-8 автобус, как это называли, ЗИС-8, они все были двухдверными. Вот этот автобус, он однодверный. Соответственно, фотографии тоже мы не нашли, чтобы была фотография с одной дверью. Нет такого. Но этот автобус, так как он весь оригинальный, все элементы сохранились в плохом некотором состоянии, но все полностью есть. Эта машина была однодверной. А где ее нашли? Из нее сделали после войны вагончик. Где им жили люди при всадебном участке? Я понял. И тем, что такая маленькая дачка, ее обшили, сверху рубировали. Это так часто бывает. Внутри печка, наверное. Печка была, естественно, в крыше. Дырка, проводка была, диван и все как положено. Маленькая такая вагончик в огороде. Поэтому его сохранили. Обнаружилось это случайно. Потом договорились с этими некими собственниками. Они продали его. И вот сейчас он оказался здесь. Сразу после выставки мы приступим к активной ресторации. За сколько продали? Мне вот интересно. То есть люди понимали, что это некое революционное? Знаете, человек, который мне ее продал, я не знаю, за сколько он купил у этого хозяина. А, то есть был же посредник. Я его долго уговаривал мне эту машину продать. И он мне сказал, Жень, она твоя. Она в любом случае будет у тебя. А цену ты определишь. Если ты скажешь, цена 1 рубль, значит будет так. Вот ровно столько, сколько ты скажешь, столько я тебе ее отдам. В итоге я выяснил, за сколько он ее приобрел. И предложил ему, ну, немного больше. И он с удовольствием, ему было это приятно. Но, наверное, сумму, наверное, его лучше спросить. Хорошо. Как скажете? Ну, я понял, да. И теперь, значит, получается, что остается шасси, и вся эта настройка вы будете убирать и строить по новому автобусу, так? Нет, что бы. А как все элементы, которые возможны в применении, в восстановлении, будут применяться? А как там можно вставить? Я посмотрел, там половина, ну, не половина. Очень большой процент дерева будет меняться. Очень большой. Но много забавных элементов. Что касается железа, все будет, вплоть до болта. Что касается дерева, некоторые, которые были в более сухих местах, более награды, конечно, мы будем использовать. Но в основном, конечно, он сгнил. Ну, да. А совершенно потрясающе у меня впечатление произвел вот это вот, я не знаю, как ее назвать, коробка, наверное, от этого транспортера, Т-20. Есть комсомолец-то? Да. Где его взяли? Ну, во-первых, это не коробка, он полностью целый, абсолютно целый. Там до проводка все сохранилось. Он утонул. Ну, вот снаружи это будет впечатление. Ну, а что сейчас, вот чем хороша выставка Сорокинская, она аккумулирует в себе людей. Два раза в год сюда приезжают коллекционеры, историки, реставраторы, мы все общаемся. Я поэтому с удовольствием здесь участвую. И один из специалистов, один из историков у нас российских, который занимается артиллерией, сказал, ребята, это машина трофейная. На ней воевали немцы, потому что механизм прицепное сзади для пушки немецкой. Соответственно, а немцы с удовольствием эксплуатировали комсомольцы и, кстати, сталинцы. У них не было аналогичной техники. Техники было, что не так же. И Т-34 тоже? Т-34. Оборона Берлина была на Т-34. Вот это новость для меня. Надо жалко. Очень удивительно было сталинцев видеть со свастика, когда сталинец, значит, на боковине радиатора. У меня есть архивная фотография. Трехосный автомобиль, наш газ 3А, обшит стальными листами. И сверху установлен пулемет МГ с фашистом в пилотчике, который там едет. Наш советский трехосный газ. Подняли этот трактор в Днепре. Предположительно, затонул он с 1941 на 1942 год при переправе. Вот подняли, мы его сюда привезли. Сейчас, как выставка закончится, тоже приступим к активной реставрации. Ну, а как это выглядит? То есть вы реставрируете, оставляете у себя или продаете? Нет, я коллекционирую автомобили, и моя мастерская работает на мою же коллекцию. Услуг не оказываем пока. И нет возможности. Очень много машин собрали под реставрацию, ждут очереди. И моя мастерская занимается только пополнением моей собственной коллекции. Я понял. А как у вас дело обстоятельств с этим? У меня немножечко по-другому. В отличие от Жени, я немножечко стеснен местом. И очень часто, собственно, и мне, и Жене предлагают оптом многое купить. И если Женя может себе позволить это складировать на будущее, на черный день, то у меня просто не позволяет место. Поэтому я вынужден от лишнего, то, что мне не нужно, избавляться. Но, как правило, я это делаю не просто ради высвобождения места. А так, те предметы, те мои игрушки, в которые я играю, такие в кавычках это назовем игрушками, то есть это... Ну, хорошие игрушки, да. Да, хорошие. Хотя, с другой стороны, какая разница, какой возраст. Мальчишки всегда остаются с мальчишками, детьми. Мы все моделисты. Я вот как-то в один прекрасный момент пытался сформулировать это увлечение. И пришел к выводу, что наше увлечение можно охарактеризовать детским увлечением. Когда мы были в школе, ходили, покупали крейсер «Аврора», модельку, мы ее склеивали и получали кайф от того, что вот она собирается. Потом мы ее показывали друзьям, родным, близким, и она занимала свое место. Но мы на этом не останавливались, мы сразу же шли покупать следующее, потому что истинный кайф идет от вот этого вот сбора. Всего этого. Я понял. Ну, спасибо большое за то, что пришли. Удачи вам. Главное – везение. И чтоб все было, складывалось и впредь хорошо. У нас очередной гость в нашей выездной сессии программы «Попутчик» – Даниэль Амэнде. Приветствую. Добрый день. Коллекционер, реставратор и отчасти бизнесмен, наверное, все-таки, да? Ну, мы, конечно, такие вещи тоже занимаем. Расскажи, расскажи, пожалуйста, с чем вы пришли на эту выставку, что ты решил показать. Это уже не первый раз здесь, да? Я участвую здесь уже 12 раз. Вот этот раз я очень хотел показывать «Хорхе-853» «Кабриолет Спорт». И я очень хотел показывать очень оригинальный «Линкольн-2021 год». И еще несколько асессуаров. Ну, а что-нибудь вот… Расскажи поподробнее как-нибудь о своей экспозиции. Если мы смотрим, как вот этот «Хорхе-853» попал сюда, я нашел в Германии очень хорошую реставрационную базу. Это выкупил и в течение 3 года делал полностью реставрацию. Делал несколько экспертизы насчет рамы, насчет мотор и кузов. И после очень много труд получился такой автомобиль. Расскажи мне, мне интересуют буквально каждые нюансы, подробности, как это делается, да? Вот ты получаешь заказ от какого-то потенциального клиента, или ты знаешь, что эта машина может быть интересна тому-то, 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 да? Ты, вот ты, у тебя там, ты рассылаешь людей, которые ищут по всему миру. Конечно, нужно очень хорошую сеть, получить информацию. Нужно очень правильно смотреть, какой автомобиль интересен, почему специально какой-то автомобиль интересен. И мы выберем, какой автомобиль мы покупаем. Потом... Ты выбираешь уже, зная конкретно, кто будет покупать? Да. Нет, нет, это мы не обязательно знаем. Автомобиль кажется очень интересным, история, допустим, очень интересная. Мы покупаем автомобиль. Так. Потом, после выкуп... Автомобиль разрушенный, да? Да, но не обязательно. Не обязательно. Бывает комплектный, бывает некомплектный. Мы покупаем какую-то базу. Делаем дефектовку. И после дефектовки мы понимаем, какие запчасти, допустим, еще нужно покупать. И сколько труд туда нужно вложить. По поводу запчастей, а где ты набираешь запчасти? Как это делать? Существуют какие-то конторы, которые делают что-то современное, да? Реплики запчастей. Или нужно искать там где-нибудь ездить? Это бывает по-разному. Ну, интересные варианты. Если мы смотрим на довоенные автомобили, почти невозможно в магазине покупать какие-то запчасти. Если мы потом смотрим, ну, 60-70-го года, тогда можно уже много запчастей на специальном магазине покупать. Насчет хорь, почти, ну, новые запчасти невозможно покупать. Либо это мы сами делаем, либо мы делаем ресторацию, либо это мы гидида находим. Труд очень большой, потому что не так много автомобилей выпускали. И поэтому много времени уходит на поиск запчастей. А у нас очень много партнеров, кто помогает начать запчастей. Реставрация где проходит? Здесь или за рубежом? Как желание. У нас хорошие конторы в Германии. Много я делаю в Москве. Хорошо, я понял. Кто реставратор? Это люди, которые имеют образование специальное какое-то? Художники, автослесари? Или, ну, понятно, что должны быть там какие-то очень... Талаты, художники, автослесари. Конечно, конечно. Где набираются эти люди? Где они учатся? Есть специальное образование, которое получают вот такие люди? В Москве я так не встретил. В Москве очень много специалистов, очень много. Из военных заводов. Специалистов найти это уже сложно, потому что уже много людей занимаются ресторацией. И поэтому специалистов, ну, кто свободный, уже мало. И поэтому мы сами даем информацию, даем опыт. И люди уже учат на месте. А, конечно, нужна хорошая инструкция, нужны хорошие мастера. Хорошо, я понял. Итак, значит, сделали запчасти, начали реставрировать. Сколько времени примерно занимает реставрация? Ну, я понимаю, что нельзя сказать так про все автомобили, но вот самая быстрая машина, которая была восстановлена, и реставрация, которая длилась больше всего времени. Можешь вспомнить? Вопрос очень интересный. Мы можем делать целый автомобиль, допустим, какой-то Ford Mustang, за год. Это нет проблем, потому что запчасти можно покупать много, выпускали. То есть год это мало, это небольшой получается. Это очень мало. Мы говорим о полной реставрации. Если мы смотрим на реставрации довоенные автомобили, 1936-го, неважно, 30-го года, где очень сложно будет сам технологический процесс реставрации, насчет мотор, насчет дерева, тогда уходит уже 2 года, 3 года. Это совсем нормальный срок. Если очень сложно, нужно делать какую-то репродукцию запчасти, тогда до 5 лет нужно времени для полной реставрации. И все-таки я хочу понять, я понимаю, что вы многие машины приобретаете по наитию, или понимаете, что это хорошее вложение денег, которое потом обернется. То есть вы можете получить прибыль какую-то. Есть так, что вы работаете конкретно под заказ? То есть вам человек говорит, ребята, я хочу, я прочитал, чтобы была такая модель. Я хочу такую найти. Вот бывает такое, что пойди туда не знаю куда, и найди мне то не знаю что. И вы начинаете искать, а потом находите. Можешь вспомнить какой-нибудь такой случай? Конечно, так бывает. Очень много людей уже знают, что хотят, что нужно искать. Бывают модели очень редко. Компрессорные модели довоенные, Mercedes-Benz, 710, 770, 540, 500. И, конечно, мы специально ищем и предлагаем, делаем ресторацию. Коллекция – это на 60% наше дело, где человек специально ищет. А ты больше реставратор, коллекционер или все-таки бизнесмен? Я думаю, я больше реставратор и коллекционер. Конечно, нужно менять коллекцию. Всегда должен быть коллекция очень интересная. И поэтому мы их меняем. Мы автомобили меняем раз-два года. Ну, а меняем, как это выглядит? То есть продаешь, обмениваешься? Мы сейчас что-то продаем и покупаем другое автомобили. Их реставрируем. И, ну, ты купил и чего-то? Покажем. Оно постояло, надоело, продал? Ну, не так, не так. Надоело не можно сказать. Потому что, если вы делаете такой автомобиль, там так много душа вложено на работе. Ну, вы знаете, автомобили далеко, ну, никогда не уходите. И поэтому... Ну, это не основной бизнес или основной? Это, конечно, частный бизнес. Конечно. Я понял. Я понял. А почему... Как получилось, что ты оказался в России? Ты очень хорошо говоришь по-русски. Ты давно учишь язык? Вы знаете... Мы договорились на «ты». Это по-твоему предложение. Извини, пожалуйста. Ты знаешь, я это занимался в Берлине. Не только в Берлине. И очень много людей из Москвы, из Санкт-Петербурга летали в Берлине, смотрели у меня там автомобили, покупали. Спросили потом, что делать. Меня давали автомобили обратно в Германию на обслуживание. Они сказали, что это так не устраивает. Они сказали, мы предлагаем сюда, пожалуйста, ну, посмотрите, что у нас есть, научите людей, открывайте здесь какой-то контор. И мы уже 6 лет здесь в рынке. Вот расскажи, затронут интересный момент. То есть, когда говорят о коллекции, все, да, о, здорово, это же машины, которые стоят. Но ведь они не только стоят, их нужно еще обслуживать. Конечно, их нужно обслуживать. Это же вот важный момент, да? Много автомобилей в коллекции. Когда, если они только стоят, они сломаются. Это звучит парадокс. А если мы смотрим систему топлива, систему тормоз, там будет невидно коррозия. И вот это нужно, ну... Есть такая даже поговорка русская. Машины умирают стоя. Да, это совсем верно. Это совсем верно. И поэтому нужно автомобили катать, нужно заводить, нужно обслуживать. Если мы это все правильно сделаем, в принципе, такой автомобиль, ну, допустим, мы едем там за год тысяч километров, ничего никогда не сломается. Но правильно нужно обслуживать все системы автомобиля. И правильно, это немаловажно, как сохранить автомобиль. Мы смотрим влажность, мы смотрим давление и так далее. Есть ли конторы подобные той, в которой ты работаешь? Твоя контора, да? То есть ты хозяин или ты... Да, у меня есть такой контор в Москве и в Берлине. Много народу работает на этой конторе. И сколько человек обслуживается? И сколько стоит обслуживание для коллекционера? Порядок. У меня в конторе работает 15 людей. Конечно, мы не только делаем ретроавтомобили и коллекционные автомобили. Мои современные автомобили тоже занимаются. Это надо. Если мы смотрим и делаем дефектовку автомобиля, и там ничего не нужно ремонтировать, только обслуживать, ну, тогда это район 15-20 тысяч рублей. Конечно, если какой-то... 20-20 тысяч рублей за какой период? За, ну, полгода. Это обслуживание. Если, конечно, требуется какая-то регулировка, какой-то ремонт, тогда это может быть намного дороже. А если только обслуживание, это 15-20 тысяч рублей. Это менять масло, это проверка всей жидкости, качать тормоз, мерить, проверить зажигание, менять топливо, потому что этот час нужно сделать. Что ж, спасибо большое за то, что пришел. Спасибо большое за то, что рассказал. В ближайшем будущем, я думаю, что мы съездим, поснимаем твою коллекцию, поснимаем, как вы работаете. Возможно, мы это воплотим в жизнь. Проект, который родился буквально здесь. Мы решили отследить путь автомобиля, который приобретается там, реставрируется и приезжает сюда и находится в его будущего хозяина. Это была программа «Попутчик, вы знаете, сессия». Большое спасибо за то, что вы смотрите нас. Я думаю, что если вы смотрите именно наш канал, то у вас, как минимум, хороший вкус. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова